С начала текущего года на дорогах к Брестской области задержано почти 100 нетрезвых водителей. В самом областном центре за этот же период 18 человек сели за руль в нетрезвом виде. Основная доля безответственных водителей приходится на выходные и праздничные дни. При наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе от 0,8 промилле включительно предусмотрен штраф до 100 базовых величин и лишение права на управление транспортным средством на 3 года. С вышеустановленной нормы штраф возрастает до 200 базовых величин, а удостоверение, дающее право управлять автомобилем, изымается на 5 лет. 19 января около 9 часов вечера 43-летний брещанин управлял автомобилем такси Рено и двигался по автодороге Н140 Ракитница-Задерць. На третьем километре указанной автодороги водитель не справился с управлением, съехал в Кювет и допустил опрокидывание автомашины. Установлено, что в момент управления транспортным средством мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам медосвидетельствования 0,6 промилле алкоголя. В результате ДТП никто не пострадал, автомашина получила серьезные механические повреждения и передана владельцу. На водителя составлены административные материалы, в том числе за управление транспортным средством и трезвым состоянием. Как показало рейдовое мероприятие, все водители, остановленные инспекторами, находились в адекватном трезвом состоянии. Все потому, что они прекрасно понимают опасность нетрезвого вождения и поддерживают жесткие нормы законодательства по отношению к лицам, которые рискуют и появляются на дороге в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Ну если запрещено законом вообще, это категорически, потому что аварию совершишь, людей подобьешь. Это было всегда опасно, потому что это безопасность движения прежде всего. Пьяный врезался в другую машину, а машина врезалась в меня. А он вообще нетленный был за рулем. Потому что аварий много случается, от нетрезвых водителей всегда все идет, все ДТП. Очень много сейчас случаев нетрезвых водителей. Да, контроль за соблюдением правил дорожного движения возложен на инспекторов ГАИ. Однако активную и небезучастную гражданскую позицию может проявить и каждый из нас. Если вы видите, что водитель, находящийся за рулем транспортного средства, ведет себя странно или создает опасную ситуацию на дороге, звоните 102. Александр Богданович, Андрей Щербай, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.